Друзья, всем привет на канале Пурхан Казахстан. Сегодня тоже интересная тема, поговорим о шлагбаумах. О законности или незаконности установки шлагбаумов, в первую очередь, рядом с водоемами. Очень много у нас вопросов в соцсетях в отношении того, насколько землепользователи той или иной формы имеют на это право. Ну давайте для начала определимся, что действительно есть разный статус у земли и есть разный статус у водоемов. Самый понятный и простой статус это частная собственность. У нас в Алматинской области есть несколько, ну какой-то ряд водоемов, которые находятся в частной собственности. Как правило, это небольшие озера или пруды. Если это частная собственность, установка шлагбаума собственникам законно, ну поскольку он является владельцем этой земли. Поэтому это самый простой и понятный вариант. Другая история, это когда тот или иной водоем находится в долгосрочной аренде с правом рыбопользования. То есть это означает, что организация взяла, допустим, озера, систему озер, какой-то пруд, неважно, с целью организации там аквакультуры, возможно, то есть искусственного выращивания рыбы. Какой-то гибридной модели, да, то есть когда есть и какая-то аквакультура с одной стороны, то есть когда выпуски производятся рыбопользователями. И в том числе присутствует дикая ихтиофауна. В этих случаях установка шлагбаума на подъездах к этим водоемам тоже является законной. Потому что таким образом рыбопользователь, он ограничивает доступ рыбаков, да, то есть несанкционированных на водоем. Ну естественно там должна быть какая-то служба, которая определяет, кто приобрел путевку, кто не приобрел путевку, регулировать пропускную способность водоема и так далее. Одновременно с этим на ряде водоемов может случиться ситуация, когда туристы едут на воду, то есть на реку или на озеро не с целью осуществления рыбалки, а с целью осуществления рекреационного туризма, то есть простого отдыха. В этом случае рыбопользователь должен открыть шлагбаум, то есть пропустить на безвозмездной основе туриста для того, чтобы он смог воспользоваться водоемом. Потому что в соответствии с водным кодексом, сейчас вам даже прочитаю цитату, общее водопользование осуществляется для удовлетворения нужд населения без закрепления водных объектов за отдельными физическими или юридическими лицами. Кроме того, запрещается ограничение физическими и юридическими лицами доступа населения к водным объектам общего водопользователя путем установки заграждения охранных пунктов, запрещающих знаков и так далее. То есть, другими словами, получается, что обычные туристы, которые хотят покупаться в водоеме, имеют право доступа к нему, вне зависимости от того, находится он в аренде у рыбопользователя или нет. Еще одна ситуация, когда земля, которая находится рядом с водоемом, является арендной, находится в землепользовании у животноводов. То есть, это пастбище фактически. В этом случае установка запрещающих шлагбаумов и знаков к водоему запрещена. Потому что фермеры получили право на пастбуз кота, а не как на то, чтобы эксплуатировать водоемы. Тем более, что в соответствии с водным кодексом, как я уже говорил, это для граждан Казахстана бесплатно. Может быть еще ситуация, когда шлагбаум установлен охотхозяйственной организацией. Это тоже незаконно. И вообще охотхозяйственная организация не имеет права устанавливать какие-либо шлагбаумы, потому что они являются пользователями животных ресурсов. То есть, они даже не землепользователи. Поэтому любые шлагбаумы, установленные охотничьими хозяйствами, тоже вне закона. И последняя ситуация, это когда землепользователь получил право на ведение рекреационной туристской деятельности в прибрежной зоне. То есть, в соответствии с нашим законодательством, водоохранные зоны, то есть, те зоны, которые непосредственно у нас выходят на берег водоема, могут быть переданы в аренду подобными землепользователям. То есть, например, для организации туристических рекреационных зон. То есть, в этом случае установка шлагбаума закон. То есть, в общем, получается, каждая ситуация индивидуальна. И в каждом отдельном случае нужно разбираться, кто и на каком основании ограничивает доступ к тому или иному водоему в каждом отдельном случае. Получается, что законно это, если вы собственник земли и ставите свой шлагбаум на своей земле, или если эта земля специально водоохранной зоне взята для того, чтобы вы осуществляли так называемую туристическую рекреационную деятельность. То есть, для развития туризма. В этом случае, да, подобное ограничение, то есть, установка шлагбаума возможна. Но одновременно с этим я скажу, что не так много территорий таких закреплено. Поэтому, как правило, в основной своей массе шлагбаумами, к сожалению, пользуются у нас животноводы. Это незаконно. Иногда их ставят охотничьи хозяйства. Это тоже незаконно. Вот такая вот история. Подписывайтесь на наш канал. Будем вас просвещать в вопросах, связанных с законодательством Республики Казахстана. Другой вопрос, что делать в случае, если вы стали свидетелем, да, то есть, установки подобного шлагбаума. Конечно, в первую очередь, фото-видео фиксация. Фиксация мест координат. Вот. И незамедлительное обращение правоохранительных органов, потому что это, возможно, незаконно. Естественно, лучше и проще всего на месте переговорить с землепользователем, объяснить его права и обязанности. Мы этот материал выложим у нас на сайте в виде памятки, для того, чтобы вы могли, ссылаясь на законодательные акты, объяснить людям, что они в чем-то бывают часто неправы. Вот, к сожалению, у нас, не говоря уже о землепользователях, которые находятся в регионах, у нас даже городские жители юридически не подкованы. Как раз задача нашей ассоциации в том, чтобы поднять уровень юридической грамотности населения. Продолжение следует...